Привет, красотка! Сегодня я для тебя подготовила коротенькое видео о макияже без макияжа или о прозрачном макияже, как еще модно называть такой макияж. Ну, в общем, макияж, который потребует от вас минимум времени, минимум средств, минимум умений. И, в принципе, даже если вы никогда не садились за макияж, поверьте, вы справитесь и сможете повторить его. Я знаю, что во многих школах на самом деле запрещают краситься. У меня в школе было не так все строго. Единственное, что если очень длинные стрелки или красная помада, особенно на помаду, да, у нас сильные учителя реагировали, а так, если у тебя что-то подкрашено и это не слишком-то заметно, то никто ничего не скажет. Но я знаю, что во многих школах вообще все не так, и если ты хоть чуть-чуть там подкрасил уголочек глаза, то сразу же это, как знаете, преступление, иди домой, умывайся. Поэтому я подготовила такой макияж, который никто не заметит, но вы станете намного свежее, здоровее, бодрее, личико станет посимпатичнее. Так что давайте без лишней болтовни приступим. Чтобы сделать тон лица ровнее, добавь в свой увлажняющий крем 2 капли тонального, либо же используй специально предназначенный для этой цели BB крем, который имеет в своем составе увлажняющие компоненты, и нанеси на Т-зону, растушевывая средство пальчиком от центра к периферии. Если тебя беспокоят синяки под глазами, нанеси средство на зону под глазами, слегка похлопывающими движениями, а не растягивающими. Следующий трюк использование хайлайтера в макияже. Он придаст твоему личику свежести и сияния. Нанеси его в области выше скулы, на спинку носа, а также во внутренний уголок глаза. Идем дальше. Итак, тушью нам пользоваться нельзя, но никто не заметит нанесенные на межресничное пространство карандаши. И держи зеркало внизу, чтобы было удобнее прорисовать эту линию и просто сравни, что было и что получилось. Ресница будто стала намного гуще и глазик стал уразительнее. Более здоровый и свежий вид нам придадут румяна, а если они еще и выгодно гармонируют с цветом губ, это вообще прекрасно. Поэтому используем всего одно средство, либо нежного оттенка кремовую помаду, только не матовую, девочки, иначе вы ее никогда не растушуете. Или же наоборот берем румяна и наносим продукт и на губы, и на щечки, аккуратно растушевывая пальчиком. Завершаем наш макияж. Интересно, можно его назвать вообще макияжем, если он так быстро подошел к концу и был таким простым. Ну ладно, используем гель для бровей, по вашему желанию цветной или прозрачный, и просто причесываем наши бровки. И я тебя поздравляю! Не забудь только нацепить главный аксессуар, свою улыбку. Вот такой красотки у меня супер простой, доступный для всех макияж получился. Если у вас в школе все не так строго или там на учебе, можете накрасить еще реснички. Ну в общем, интерпретируйте макияж как хотите. Но это такая основа основ, как за минимум времени сделать себя уже бодрее, свежее. Или в принципе, если вы знаете, опаздываете с утра, то вот эти вот махинации исправят ситуацию. Ну и конечно же, очень важный момент в видео, это податки от меня вам, моим красоткам. Ну а сегодня я разыгрываю вот такую белую круглую косметичку с сюрпризом внутри, потому что внутри тебя ждет пластырь для носа от черных точек, от сифора, а также маска для лица от Ифраше на 5 применений. Чтобы выиграть этот подарочек, нужно, во-первых, как всегда, поставить лайк на это видео. Видите, у меня аж рука формирует лайк. Хотя я всего лишь показала, что это пункт номер один. Пункт номер два. Нужно подписаться на мой инстаграм, сейчас здесь всплывет его ник. И третий пункт, да, и третий пункт, напиши в комментариях, сколько средств для ежедневного макияжа тебе требуется каждый день. Это может быть только декоративка или уходовая декоративка, в общем, распиши в комментариях. И результаты конкурса не забывайте смотреть в моих сторис в инстаграме. Но я вас, как все-таки, очень сильно люблю. И самый главный лайфхак это улыбаться чаще, конечно же. Этого у вас никто не сможет отнять. Ни один учитель не подойдет, не скажет, что-то ты широко улыбаешься. А ну улыбайся поменьше. Пока-пока.